Донецкая Народная Республика Не исключено, что подобные действия вызваны намерением националистических группировок спровоцировать подразделения армии ДНР на обстрелы подразделений вооруженных сил Украины, в частности, позиции 93-й отдельно механизированной бригады, тем самым создать поводы для обвинения нас в нарушении минских договоренностей перед судьбоносной встречей Нормандской четверки 2 октября. Так, за прошедшие сутки украинские военные преступники 10 раз нарушили режим перемирия. Бангруппы украинских националистов 9 раз с применением минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Спартак. Огонь ввелся из района вентиляционного ствола шахты Бутовка. Также с территории подконтрольно-вооруженных сил Украины стрелковому обстрелу подвергся населенный пункт Александровка. По нему украинские силовики открывали огонь из района населенного пункта Маренко. Накануне подписания договора об отводе артиллерии калибра менее 100 мм и танков украинская команда продолжает наращивание бронетехнии в зоне конфликта. В частности, разведка вооруженных сил ДНР зафиксировано прибытие из города Славянск в город Артемовск на территорию бывшей танковой части 10 единиц танков. Кроме того, нашей разведкой фиксируются факты замен линии разрешения подразделения вооруженных сил Украины на националистические бангруппы. Так, в Мариуполе отмечается проведение ротации на переднем крае лично состава вооруженных сил Украины, на лично состав из подразделения правосектора и полка МВД АЗОВ. В заключении хочу обратить внимание общественности, что завтра на площади Ленина, город Донецк, в 9 часов утра, состоится вручение боевого знамения вновь формированной бригады подразделения армии ДНР. Приглашаем всех жителей и гостей города присутствовать на данном мероприятии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok